Добрый день! Сегодня мы приехали в Спасандроников монастырь, который был основан еще в XIV веке свидетелем Алексея Митрополита Московским. Обитель была основана по обету. И вот как раз преподобный Сергий отправил сюда своего ученика для игуменства здесь, преподобного Андроника. Ну а также Спасандроников монастырь связан с именами многих удивительных людей, которые подвязались в благочестие, подвигах молитвы и поста. Также здесь работал, трудился и подвязался преподобный Андрей Рублев. Вот о преданиях, легендах мы познакомимся с Спасандрониковым монастыря, но также обязательно в рамках программы заглянем и на его кухню, и в трапезную. Сергей, когда вы нас сюда звали, вы сказали, не говорите, где мы будем сниматься. Почему? Ну, потому что в отличие от людей готических, средневековых, у нас к смерти отношение такое очень, мне кажется, неправильное. Неправильное абсолютно. Совершенно неправильное. А это место, это была мертвятская в монастыре, потому что монастырь уже вот на, не буду называть это закатом, это, кстати, был рассвет с точки зрения места и роли этого монастыря в 19 веке, он становится, начинает играть роль Божидомского монастыря. То есть сюда начинают свозить людей, которые, знаете, Божидомские, так называемые, люди... Ну, которые умерли при дорогах, у которых нет родственников, как их погрести. То есть это вот такое русские люди выказывали милосердие, собирая вообще отовсюду, из разных мест, привозя в определенные места трупов, их складировали. Потом был особый день такого поминовения, да, и хоронили. Это, в общем-то, и на Божидоме у нас на основе не один этот монастырь. Это часто Божидомие потом становилось местом для монастыря. Ну и вообще, если говорить о смерти и жизни, то смерть – это продолжение жизни. Ну, это такой праздник. И никто его из нас даже, ну, не избегнет, не избежит. Не избежит. И я, вы знаете, радуюсь, что вот у нас трапезная именно в этом месте, потому что здесь, да, когда-то лежали люди, которые ожидали своего торжественного часа, когда они будут ответы. Ну, просто они ушли в лучший мир. Да. И так что мы готовим за этим? Мы готовим, мы готовим праздник. Но я подумал, что вообще, вот я прям два слова скажу перед тем, как об этом блюде. В этом монастыре плохо ели. Когда проводился судебно-медицинский анализ останков мощей тех монахов, которых находят здесь, обнаружили, что вот в 14 веке, в конце, в начале 15-го, конечно, люди, которые находились здесь, кушали очень плохо. Вот. И надо сказать, что кушали горох, рыбу ловились, яузы вот здесь. То есть белорыбец из Астрахани не доходил. Вот. И поэтому мне кажется, что надо приготовить что-то очень простое, в таком духе этого монастыря, но с особыми вкусами. Ну, давайте. Поэтому представим, что пост, а он уже скоро. Поэтому, естественно, мы берем картофель. Ну, а картофель надо резать не так, как мы привыкли, как нас учили наши бабушки. Давайте я почищу еще. Да. А вы еще порежете. Все-таки я думаю, что давайте резать это такими ровными кубиками, чтобы блюдо потом получилось красивым. Потому что мне кажется, что особенно этот монастырь, он настраивает на особое ощущение жизни. Здесь этих ощущений несколько. Может быть, одно из них – это такая красота. Она очень простая, но очень величественная. Это то, чем, как мне кажется, проникался здесь преподобный Андрей Рублев с своим любимым учителем Данилом Черным. Знаете, я вспоминаю такой эпизод из летописей. Мне кажется, он особенно подчеркивает значение монастыря вот этого в сердце москвичей. Представляете, вот мы помним эти трагические события 1771 года, когда моровая чума начинает выкашивать город Москву. Треть Москвы погибает. А здесь недалеко, сзади, к Яузе шла тропинка. Там был колодец. Если мы обратим внимание на структуру наших храмов в Москве, у нас нет купели в Москве. Вот где она? Где сходить на крещение, чтобы была вот где-то при храме часовня, чтобы там была купель? И я думаю, что это во многом еще связано с тем, что... Не только с тем, что это столица, и там значимый город был, да, в разные этапы истории. Это связано еще и с тем, что здесь был все-таки колодец. Колодец святого Андроника, куда, знаете, императрицы наши заказывали отсюда воду. Вот во время мировой чумы есть такая летописи сцена. Она приводит меня, знаете, в такое особое ощущение. Описывается, как тысячи людей, которые пришли к колодцу попить воды, вдруг ощутили, что исцеления не будет, что пришел час смертный. И вот летописицы описывают, охваченные объятиями и последними вот этими, знаете, агоническими объятиями смерти, люди с трудом дошли до монастыря и легли на спину около стен монастыря. И описывают эту сцену, он описывает ее как языки Левополя, когда вот эти сотни, может быть, тысячи умирающих людей лежат около стен Андроньева монастыря, для того, чтобы найти, как он пишет, последнее утешение для своей души, взирая на столь любимый образ обители Спаса Андроникова. И вот это, мне кажется, такая очень яркая сцена. Я представляю эту сцену, как монахи, священники с кадилами выходили, читали молитвы и провожали людей. – Скажите, а как в вашу жизнь-то вошел Спас Андронников в монастырь? – Знаете, такая череда событий, которая каким-то образом привела меня сюда. А потом я вот для себя совершенно абсолютно решил четко, что надо сделать все возможное, чтобы монастырь восстановить. Потому что, к счастью, мы живем в эпоху не Средневековья, когда монастыря не было. Их надо было создавать просто колоссальными усилиями. Их надо сейчас просто восстановить, особенно Андронников в монастырь. Для восстановления очень просто. Потому что здесь все сохранилось. Здесь просто нужно решить ряд организационных вопросов и наладить молитвенную жизнь. И вот, мне кажется, это самое важное, то, что происходит сейчас. – Так, ну порезали мы кубиками картошку. – Да, кубиками порезали, все готово. – Что дальше? Потом мы отварили, да… – Да, брокколи. – Брокколи. Ну, это изысканно. – Ну, вы знаете, нам нужно, мне кажется, человек должен не сильно заботиться о здоровье, ни в коем случае, но немного ухаживать за собой. Поэтому брокколи не помешает. – Мне последний раз понравился такой лозунг – «Меняйте диван на спортзал и будете как бы здоровы». – Да, ну, мне кажется, что все-таки для православного человека излишняя забота о здоровье – это явление вредное. Мы не должны уделять этому столько внимания. Но вместе с тем достаточно здравое отношение, оно, конечно, не помешает. – И вот вы, когда сюда попались, чего вы начали в возрождении монастыря, занимаясь этим делом, возглавляя это движение? – Вы знаете, я начал, как мне кажется, с самого важного. Я пошел брать благословение на это. Как только благословение я получил, у меня появилась возможность заниматься восстановлением Спаса Андронникова монастыря. А потом, вы знаете, мне колоссально повезло. Потому что когда однажды я пришел вот в эту комнату, здесь шла трапеза, здесь сидел батюшка, отец Вячеслав Савиных. Ведь отец Вячеслав Савиных – это тот священник, который 25 лет здесь удерживает вот эту, знаете, тоненькую ниточку, которая связывает этот архитектурный комплекс, музей, вот с этой потрясающей мечтой восстановления здесь Спаса Андронникова монастыря. Это единственный приход в Москве, где всегда служится только вся литургия на знаменном распеве. – Но это же очень тяжело. – Это красиво. – Мы же не воспитаны в той традиции звуковой, этой музыкальной. – Я, когда вошел первый раз в храм и услышал, и увидел, что люди поют на крюке, это крюковое пение, я слышу совершенно другие интонации, и я моментально погрузился. Вы знаете, у меня была одна ассоциация новогодней сказки. Вот то в детстве, вот в Советском Союзе… – Мы не отвлекаемся. – Да, не отвлекаемся, делаем. Ну, собственно говоря, все готово, можно начинать обжаривать, потому что идет время, да, тофу, мы забыли взять самое главное. Мы забыли взять сыр тофу, мы его также должны с вами порезать. – Порезать, да, кубиками. – Да, мы режем его кубиками. – Вот, а в чем для вас гармония этой жизни, и как ее достичь? – Знаете, мне кажется, что я для себя всегда искал уникальный рецепт счастья, собственного. – Можно найти? – Да, можно найти, я нашел. Я понял, что единственное счастье у человека – это когда он свою жизнь раздробляет на миллионы частичек и пытается раздать ее всем окружающим. Попробовать жить не для себя, а для других. Вот если хотя бы попробовать вступить на этот путь, то жизнь начинает дарить человеку гамму совершенно иных ощущений. Ты вдруг понимаешь, что не так много тебе и нужно для счастья. – Это вот такой сыр, да? – Да, это такой сыр. – Это новый продукт. Ну, уже не совсем новый, но все равно для нас достаточно еще экзотичный. Давайте я порежу кубиками. – Да, тоже режем кубиками. – Вот, ну и все это отправляемся, значит… – Да, идем и жарим. – Идем и жарим. Прекрасно. – Готовка еды – это всегда сложная процедура, но мне почему-то кажется, что у мужчин получается готовить лучше. Собственно, шеф-повара лучших ресторанов это доказывают. Вряд ли у меня получится лучше, но я хочу сказать, что… – Получится. Почему же не получится? – Я хочу сказать, что есть продукты, к которым мы только начинаем привыкать. Вот сыр-тофу во время поста у нас, как правило, кухня сужается до каких-то очень шаблонных блюд. Мне это, кстати, напоминает то, как мы мыслим относительно всего остального. Мы часто, знаете, я вспоминаю, как-то Дмитрий Иванович Менделеев исследовал состояние религиозности общества конца 19 века. Вот он тогда сказал, что наша вера, говорит он, все чаще на знаниях не основана. И дальше он говорит о шаблонности мышления дворянства. Вот, мне кажется, в еде можно, если уходить от шаблонов, делать очень необычные, очень простые блюда, которые будут нас радовать, потому что все-таки любой пост – это всегда радость. Обязательно надо следить, чтобы не подгорало. Пища должна быть очень красивой. Ну, вот смотрите, мне кажется, практически все готово. Румяные кубики картофеля, сыр-тофу тоже подрумянился. Теперь это все надо даже на стадии подготовки выложить очень красиво, чтобы можно было с этим работать. У нас готов картофель. Берем обычный картофель. Мы его… Вообще, мне нравится то, что сейчас разные виды соли, вот такие. Видите, с травмами она совершенно другой вкус дает. Конечно, мы солим. Сюда добавляем. Это брокколи, она уже соленая. В картофель высыпаем столовую ложку паприки. Столовую ложку? Там же будет пожар. Думаете? Не будет, будет пикантный вкус. Вот. Хватит. Я послушаю женщину, потому что я в мужском монастыре и спорить с женщиной не берусь. Вот. Перемешиваем. И теперь это красиво, да? Все должно быть? Да, сейчас. А когда вы закрываете глаза и думаете, что вот через несколько лет я приду в этот Спас Андронников монастырь? Знаете, у меня есть мечта, у меня есть такой жизненный план. Я мечтаю дожить до первой литургии Спас Андронникова монастыря. Когда я зайду, встану в уголочек и буду радоваться, потому что наконец-то эта обитель начала жить той жизнью, для которой она создавалась. Вы знаете, здесь есть обязательно надо соевым соусом полить брокколи, придать ей оттенок. Потому что все-таки это композиционно, это близкие продукты по вкусу и ощущениям. Значит, высыпаем картофель. Конечно, я представляю, что это будет очень красивый монастырь. Вы знаете, в XIX веке здесь было духовное училище. Студенты жили здесь. Здесь была воскресная школа. Здесь был госпиталь. И в том числе для священников, которым исполнилось 60 лет, они жили здесь. Здесь было особое жалование священников. И монастырь жил совершенно такой, знаете, активный, политический. Активный. Вы знаете, мы не порезали. Что не порезали? Ну, не будем. Надо измельчить? Ну, чуть-чуть надо сделать поменьше. Давайте. Сейчас можно? Давайте мы сейчас. Да, чуть-чуть еще. Дальше это все перемешиваем. Во-первых, посмотрите. Цветовая какая, да. Да, во-первых, цвета. Красновато-зелененькая все. Очень красиво. На самом деле, здесь мы, благодаря тому, что практически не использовали грубую термическую обработку, мы сохранили в этом блюде весь необходимый рацион питательных веществ. Это все не вредно. Это все с особым привкусом. Мне кажется, в этом есть особый смысл. Вот. Ну, просто, просто, по-модному. Это очень просто. Да, можно еще вот так вот. Можно вот так. И, естественно, красиво порезанные дольки помидоров, перец. Вот. Ну и скажите нам что-то на финал, так у нас завершается, да, как бы программа, то скажите нам что-нибудь жизнеутверждающее. Человек, который занимается некрополями. Да. Готовят прекрасно в мертвецкой. Прекрасно в мертвецкой. Очень красивое блюдо. Вы знаете, мне кажется, что мы вступили в такую эпоху развития нашего общества, когда монастыри должны вернуться в нашу жизнь с особой силой, с особой красотой, с особой надеждой. Монастырь должен стать местом, откуда будет проистекать вся наша культурная, научная и духовная жизнь. Вот мы должны вернуться в монастырии, и тогда монастырицы совершенно точно вернутся к нам. Без этого я здесь это хорошо ощущаю, что сколько бы мы не привлекали внимания людей, приток людей просто для того, чтобы помолиться о восстановлении монастыря, он очень небольшой. Наверное, это строго соответствует нашей православной традиции. Так всегда было. Один человек восстанавливал всегда монастыри, строил монастыри, преподобные Сергеи и другие. Но сейчас время другое. Сейчас не нужны подвижники в одном числе, нужны многие люди, которые будут соборно молиться. И вот тогда, мне кажется, будет меняться очень много не только в жизни каждого человека, но в целом и в мире. Мне кажется, вот о заботе о мире через монастырь мы думать должны сейчас постоянно. Я вас благодарю за прекрасное блюдо. Сейчас попробуем, как выключится камера. За прекрасную, такую интересную беседу, за радость жизни. Спасибо большое, Иван. Вот. И мы надеемся, что это наша не последняя встреча. Ну, как Бог даст. Будем уповать. Давайте пробуем. Всего доброго, благодарим всех и надеемся, что вы вновь через неделю отправитесь с нами в кулинарное паломничество. Всех благ и многих лет всем. Субтитры подогнал «Симон»!